Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работает Ирина Чекунова. А в гостях у меня Борис Самуилович Райкис, федеральный судья Тверского областного суда, председатель Совета судей Тверской области. Борис Самуилович, здравствуйте. Я благодарю, что вы нашли при вашей беспокойной, наполненной работе, нашли время и пришли к нам в студию. Мы начнем, наверное, с вопроса, ответ на который ждут очень многие жители региона. В конце апреля 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции города Москвы вынес решение, вернее, подтвердил решение Тверского областного суда о невиновности Александра Забинкова. Это, наверное, и так, потому что этого решения ждали очень многие. И я бы сказала, что это уголовное дело. Напомню, что Александр Забинков обвинялся в убийстве трех человек. Каким-то образом разъединило общество на два лагеря. Одни называли Забинкова не иначе, как убийцей. Другие говорили, что он невиновен, что он защищал свою жизнь, жизнь своей семьи, в том числе и маленькой дочери. И адвокат Александр Забинкова в том числе настаивала на том, что это была необходимая самооборона, и чтобы оправдать Александра. И вот решение вынесено на этом процессе председательства Левы. И вот у меня к вам первый вопрос, что ваше решение о том, что невиновен, я бы сказала, что вызвало шок в обществе. Как это решение далось? Ну, если говорить откровенно, то далось, наверное, так же, как и другие судебные решения выносятся. Просто дело было непростым по фабуле, дело было непростым по доказательствам, которые были представлены стороной обвинения, стороной защиты. Мы, если я не ошибаюсь, дважды возобновляли судебное следствие, поскольку после судебных премий возникали вопросы, которые нужно было разрешить. Ну и после, скажем так, достаточно подробного исследования всех доказательств, которые были представлены, было принято то решение, о котором вы сегодня говорите. Ну, что касается того, что оно явилось неожиданностью для общественного мнения, вы знаете, любое, наверное, судебное решение, оно всегда неожиданно в той или иной мере, потому что даже когда постанавливается обвинительный приговор, он тоже неожиданен в чем-то для того, кого осуждают, и для потерпевших, чьи интересы защищает суд в этой ситуации. Ну, мне, кроме того, что было сказано в приговоре, добавить к этому нечего. Некоторые говорили бы, бытовало такое мнение, что не будь председательствующим на процессе Борис Райкис, другой бы судья решил иначе. Так ли это? Ну, я бы не сказал, что это так. Я думаю, что... Вы знаете, не могу говорить за другого судью, если бы председательствовал другой судья, какое было бы решение. Я думаю, что итогом судебного разбирательства в любой ситуации, наверное, было бы то решение, которое принял суд в данном случае. Поскольку есть объективные критерии, по которым мы оценивали доказательства, и суд в любом составе, наверное, оценил бы их так же. Ваш опыт в судейском сообществе насколько богат? Я работаю судьей достаточно давно. В этом году будет 35 лет, как я судья. 35 лет? Какие-то подобные решения приходилось вам принимать или вашим коллегам из Тверского областного суда? Ну, если вы имеете в виду вопрос, связанный с применением законодательства о необходимой обороне, то в моей практике это второе судебное решение. Одно, о котором мы сейчас говорим, оно было принято мной при рассмотрении дела по первой инстанции. Несколько лет назад было аналогичное решение, но, правда, там были и ныне несколько обстоятельств, там семейный конфликт происходил, в ходе которого жена причинила смерть своему супругу, который вел себя недостойно по отношению к ней. Давно это было, но там суд первой инстанции, суд второй инстанции, в котором я тогда председательствовал, приняли такое же решение о том, что в данном случае имела место необходимая оборона. Если говорить вообще об оправдательных приговорах в моей судебной практике, то это третий за период работы в Тверском областном суде. Всего третий? Третий. Это о чем говорит? Это о том говорит, что следствие достаточно подробно и щекотливо собирало доказательства, и все доказано. Вы посчитали, что доказательства достаточны? Ну, как правило, суд рассматривает дела, которые, я имею в виду Тверской областной суд, рассматривает дела об особо тяжких преступлениях по первой инстанции. Я в данном случае сейчас говорю о них. Соответственно, расследование по этим делам, как правило, проводит следственный комитет. И, как правило, следствие достаточно неквалифицированно проводится в плане сбора доказательств. По тем двум приговорам, о которых я сказал, которые были расследованы, и, соответственно, по делам, которые были расследованы и переданы тогда в Тверской областной суд, мы принимали решение об оправдании за недостаточностью доказательств. Там имела место ситуация в одном случае, когда доказательства, которые были собраны, были собраны с определенным нарушением закона и, соответственно, не могли использоваться судом при вынесении приговоров как доказательство вины. Ну, а в другом случае, про недостаточность улик, которые были представлены, тоже послужила основанием для оправдания. Оба эти приговора затем обжалованы были в Верховный суд. Соответственно, Верховным судом они были оставлены без изменения, то есть с нашей позиции согласилась высшая судебная инстанция страны. Вот здесь, если говорить о таких качелях, невиновен человек, если брать того же Александра Забенкова. А другая страна, это 18 лет, по-моему, гособвинение просила, да, наказание, это же испорченное, ну, всё, прошла жизнь у молодого довольно-таки мужчины. Это испорченная судьба, исковерканная. Ну, любое неправедное осуждение, конечно, это сломанная судьба и загубленная жизнь по существу, особенно по таким делам, когда люди обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, за которые грозят длительные сроки наказания. Кстати, вопрос такой. Когда только судебный процесс шёл, судебные слушания начались, в прессе очень много было информации об этом деле. Вы читаете вообще то, что пишут? Или как пишут об этом деле, о подсудимом, или как суд факта запрещено читать и интересоваться? Или Вы просто не хотите это? Влияет каким-то образом общественное мнение на решение суда? Вы знаете, это страшная вещь, когда общественное мнение начинает влиять на решение суда. Я приучил себя за годы работы не только не читать, но и в тот период, когда рассматриваешь дело, не смотреть телевизор, не читать прессу и не заходить в интернет, за исключением той информации, которая мне нужна по работе. Я имею в виду справки по законодательству и так далее. Поскольку за время своей работы я сталкивался с теми случаями, но, слава богу, не в своей деятельности, а читал, по крайней мере, о них. И они достаточно широко и в прессе освещались, особенно это было в 90-х годах, когда общественное мнение, выражаемое особенно в крайней форме, либо когда оно доходило до высокопоставленных лиц и начиналось какое-то воздействие на суд, приводило, скажем так, к неправильным судебным решениям. Поэтому в подобных ситуациях, когда дела общественно значимы, нужно абстрагироваться от той информации, которая может быть подана в средствах массовой информации, либо иным путем. Кстати сказать, по этому делу была попытка представить суду публикацию газетную, но она была нами отвергнута, поскольку была такая попытка в судебном заседании, но, тем не менее, суд не принял этого внимания, поскольку мы исследовали те доказательства, которые представлялись нам сторонами. То есть все исключительно по букве закона? По букве закона, и я полагаю, что так должно быть при рассмотрении любого дела. Уважаемые друзья, не переключайтесь, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, все самое интересное впереди. Еще раз здравствуйте, мы продолжаем тему дня. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Борис Самоилович Райки, с федеральной судья Тверского областного суда, председатель Совета судей Тверской области. Борис Самоилович, вот возвращаясь к делу Александра Забинкова, что мы можем сказать жителям региона? Чему, по большому счету, должно научить это дело? Потому что некоторые кричали и рвали на себе волосы, что же, если теперь его обвинят, то мы теперь не имеем права ни на какую охрану своего жилья, если к нам ворвутся, ни на защиту своей жизни и здоровья. Нет, конечно, человек должен иметь, и в принципе гражданин России, ну и любой человек на территории Российской Федерации имеет право на, как вы говорите, самозащиту. У нас в юридической среде это называется необходимой обороной. Конечно, любой человек имеет право на необходимую оборону, имеет право защищаться от любого противоправного посягательства на свою жизнь, на жизнь своих друзей, на жизнь своих родственников. Соответственно, мне бы даже, может быть, не об этом хотелось сказать, в первую очередь, а о том, что тот, кто посягает на другого человека, хочет выяснить отношения не цивилизованным способом, не человеческим, не принятым в нормальном общении людей, должен иметь в виду, что он может получить отпор. Вот это очень важно, да? Это очень важно, и вот именно безнаказанность, или, скажем так, расчет на то, что отпора не будет, на то, что человек побоится и постарается избежать какого-то конфликта в данной ситуации, и не защитить себя, как раз и служит, видимо, мотивом того, что такие действия происходят, что кто-то врывается кому-то домой или на придомовую территорию и пытается, скажем так, силой причинить вред здоровью, обидеть, избить, потому что считает себя в праве это делать. Вот этот человек, да, вот это, в принципе, люди должны знать о том, что они могут получить отпор. У нас есть телефонный звонок, говорите его в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это адвокат Галина Иванцова. О, Галина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада слышать вас. Мне бы очень хотелось от имени Александра и его защиты выразить благодарность за стойкость, за принципиальность, за следование нормам права, конституции, закона при вынесении этого решения председательствующему судье. Спасибо большое. Я, мы очень, как бы, довольны тем, что были услышаны, и что действительно справедливость истержествовала, и это будет примером это дело, и я думаю, оно, наверное, будет опубликовано и Верховным судом практики, и считаю, что оно имеет очень существенное значение в области правосудия. Галина Васильевна, спасибо. Вопрос какой-нибудь есть у вас к Борису Самуиловичу или ваше мнение вы высказали? Нет, вопросов нету. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. Да, действительно, вот мы только что говорили о том, что какой один из уроков, это прежде всего относится к тем, кто без соблюдения закона хочет войти в наше жилище. Да, и выяснить отношения. Таким образом. Таким образом. Что должен знать владелец жилища, владелец собственности? Что он должен помнить? Знать, достаточно ли сейчас России, защищенные его права уголовным кодексом? На мой взгляд, да. Потому что помимо закона, который предусматривает возможность причинения вреда другому человеку в состоянии необходимой обороны, принято и действует постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации, которое посвящено вопросам толкования этой нормы. И там достаточно подробно описаны ситуации, которые могут возникать, вопросы, связанные с возможностью выбора поведения человеком, который вынужден обороняться от посягательства, на свою жизнь прежде всего, на здоровье, и только потом уже на собственность. Ну и, соответственно, одним из основных моментов этого массива правовых позиций является то, что человек имеет право на защиту, на самозащиту, да, как принято говорить просто в обыденной жизни, в том случае, когда, вернее, независимо от того, какой степени вред причиняется его здоровью или здоровью его близких. То есть человек не может знать, да, что последует дальше? Человек не всегда может оценить, что последует дальше. Человек не всегда может знать, какие мысли у того, кто на него напал, и что он хочет. Хочет он его просто ударить, дать ему пощечину, или хочет избить, убить, скажем так, и лишить жизни. Не всегда ситуация дает возможность в этом разобраться. Именно поэтому Пленум Верховного суда разъяснил, что если к тебе применили насилие, то независимо от того, каким оно является, ты вправе выбрать форму самозащиты. Думать о том, какие последствия могут, так сказать, наступить, должен тот, кто нападает, в первую очередь. Он должен знать. Я еще раз подчеркну, что в случае нападения ему может быть оказан такой отпор, которого он даже не ожидает. И ему могут быть причинены такие последствия, которых он не ждет. Да, а думать о том человеку, на которого нападают, иной раз не хватает просто физически времени. Да, все происходит моментально. Как в этой ситуации человек увидел, что его друг лежит в крови, что он практически бездыханный, что в опасности его маленькая дочь. Да. И он не помнит возможности. Причем не только его дочь, там еще один ребенок находился. Там были дети, да. И не помню фактически себя. Он говорит, вот автоматически что-то схватил. Здесь важно, вот, допустим, в ситуации, которая была у Забинкова, это периметр улицы, ограниченные, вернее, его двора, ограниченные забором. И есть либо человек приходит в дом, либо он просто входит на территорию, которая ограничена забором. Вы знаете, тут играла роль не столько, скажем так, территория, огороженная забором или не огороженная забором, сколько характер тех действий, которые были совершены по отношению к самому Забинкову, к его гостям, к его близким. Вся эта ситуация, ну, скажем так, неважно, где она происходила бы, но характер действий, которые совершали те, кто погиб, по-человечески их жаль, бесспорно. Вы знаете, сам Забинков, я подчеркну это, обращаясь к суду, сказал о том, что ему с этим жить. Человек понимает, что он совершил, человек понимает, что он лишил жизни других людей. И, конечно, как он выразился, ему с этим жить, жить будет очень тяжело, потому что нормальному человеку поднять руку на другого и причинить ему смерть, это действительно очень тяжело. Но, тем не менее, я еще раз подчеркну, к сожалению, его действия были обусловленными действиями тех, кто напал. Если Вы сказали, что тот, кто нападает, должен все-таки знать, что он понесет ответственность, судя по результатам других судебных процессов, может быть, по всей России у Вас есть какие-то данные, может быть, где-то Вы сталкивались со статистикой, есть оправдательные приговоры по России, что действительно несут ответственность те, кто ворвались в наше жилье? Ну, Вы знаете, мы в данном случае говорим о тех ситуациях, когда нести ответственность уже некому, когда результатом стала смерть нападавших. Вот мы говорим сейчас об этом. Но оправдательные приговоры есть. Оправдательные приговоры есть, да. Я знаю, что оправдательный приговор в похожей ситуации, правда, с меньшим числом погибших, был вынесен в Башкирии. Ну, еще, так скажем, это есть опубликованная практика, с ней можно ознакомиться, любому она находится в свободном доступе. А в чем тогда, вот еще только предстояло рассмотрение в апелляционной инстанции в Москве дела Забинкова, когда начали говорить о том, что необходимы изменения в Уголовный кодекс по поводу вот той ситуации самообороны, которая сложилась теперь. Что, типа, использовать можно разные орудия и прочее. Есть такая необходимость в дополнение, вот по-вашему, в дополнение того, что существует уже в Уголовном кодексе? Давайте вот исходить из такой позиции. Я сказал сейчас уже, да, что этот приговор, он не первый в судебной практике. Да, по такому, ну, скажем так, по тем обстоятельствам, которые были предметом рассмотрения в нашей ситуации, когда итогом стала смерть трех человек, конечно, это вызвало повышенный общественный резонанс. Но сам факт вынесения оправдательного приговора в этом случае, сам факт того, что он впоследствии был пересмотрен в вышестоящем судом, вступил в законную силу, по-моему, свидетельствует о том, что у нас в законе достаточно полно прописаны те положения, которые позволили этот приговор вынести. Ну, согласимся, что, наверное, это так. Что касается желания изменять законодательство, я вообще не сторонник того, чтобы переписывать законы столь часто, сколько, как это делается в последнее время, по одной простой причине. Вы знаете, у нас в спешке иногда законы пишутся на потребу дня, отвечая, опять же, там, скажем так, вызовом общественного мнения, либо с целью как-то успокоить его, скажем так, показать реакцию законодательного органа на то или иное событие. Мы вас слышим, да. Мы вас слышим. Но в итоге получается не всегда, ну, скажем так, уравновешенно, что ли, уравновешенная ситуация, поскольку вот страшное преступление педофилии, да, страшное, особенно когда совершается в отношении малолетних детей. Я не беру те случаи, когда в итоге наступает смерть ребенка. Я о том, что у нас сегодня за совершение сексуальных действий в отношении малолетнего может быть назначено пожизненное заключение. И очень высока нижняя граница этого наказания. Так вот, почему-то у нас молчат о том, что умышленное убийство при этих чающих обстоятельствах наказывается по закону на сегодняшний день более мягко, чем те случаи педофилии, когда смерть не наступает и когда смерть не является последствием преступления. Я не за то, чтобы смягчать наказание тем, кто совершает эти, скажем так, мерзкие, страшные преступления. Но в том случае, если происходит изменение закона в этой части, то я думаю, что надо было, наверное, ужесточить наказание и за то, что ценится больше всего за посягательство на человеческую жизнь. Ну а что касается законодательства необходимой обороны, на мой взгляд, предложение по поводу изменения закона может быть вызвано, конечно, благими намерениями прописать в законе, скорее всего, те положения, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда, о котором я упомянул. Поскольку действительно там более детально регламентированы эти вопросы. И поскольку общество у нас, согласимся, наверное, недостаточно в правовом плане информировано. Да, многие читают закон, но не читают, скажем так, правоприменительную практику, те положения, которые сформулированы Верховным судом. Может быть, я могу предположить, как раз вот этим и вызвано желание внести какие-то изменения в закон, дать людям возможность непосредственно в законе видеть, на что они право имеют, на что нет. Сейчас что-то вновь опять стал подниматься вопрос о возвращении смертной казни. Вот вы лично, как профессионал, за или против? Вы знаете, я как человек, вернее, как судья, которому приходилось выносить однажды приговор. Да, приходилось. Приходилось. Это было здесь уже в период работы в Тверском областном суде. В 90-х годах прошлого века такой приговор мной выносился. Я знаю, чего стоит вынести приговор. Я знаю, что, в общем-то, в тот период, когда у нас действовало законодательство, позволяющее наказывать смертной казнью, были судебные ошибки. Были судебные ошибки, которые, к сожалению, повлекли смерть тех людей, которые не были виновны в тех преступлениях, за которые их наказывали. Знаю другое, знаю, каким был контроль за исполнением этих приговоров. Знаю, как проверялись эти приговоры вышестоящими судами тщательно и очень строго. Но полагаю, что, откровенно скажу, что есть преступления, совершившие, которые заслуживают того, чтобы они наказывали смертной казнью. Хотя по-человечески... Вы знаете, я немножко отойду от этого вопроса. В мире по-разному подходит к разрешению вопроса, связанного со смертной казнью. Где-то она отменена совсем и где-то применяется. Так вот, мне бы не хотелось быть тем судьей, который рассматривал бы дела, за которые предусмотрена смертная казнь. Но вы вот, вы с этим тем не менее живете, да? Тем не менее, я с этим живу, да. Но я могу сказать, что приговор, который был ему вынесен, не был приведен в исполнение. Как раз был введен мораторий на применение смертной казни. И, соответственно, этот человек остался жив. Хотя, по мнению многих людей, и обоснованному мнению, он этого не заслужил. Наверное, пришлось не спать несколько ночей, прежде чем вынести такое решение, да? Не несколько. Не несколько? Да. Не несколько. Вообще, на мой взгляд, работа судьи, это постоянно связано со стрессом. Это же человеческая жизнь всегда. Вы рассматриваете, решаете судьбу. Это всегда сильнейший стресс. Удается каким-то образом отходить от этого, чем-то отвлечься? Да. От работы. Есть чем отвлечься, к счастью. Но я не буду эти секреты открывать. У каждого они свои. Конечно. Поскольку, действительно, вы правы, работа судьи, она всегда связана с тем, что судья находится в центре социального конфликта. Всегда перед ним две стороны, не важно, как это уголовное, гражданское, административное дело. Всегда две стороны, которые спорят, которые чем-то не удовлетворены, и весь негатив, который в социальном конфликте существует, он выливается на судью. Поэтому, очень важно для судьи, скажем так, стрессоустойчивость определенная. Это уж если говорить о том, как подбираются кандидаты в суде, то это тоже надо учитывать, это обязательно необходимо учитывать. Ну и плюс ко всему, знаете, я всегда говорю, особенно начинающим судьям, что судья не мыслим без хорошего знания процессуального законодательства, поскольку именно хорошее знание процесса, порядка, судопроизводство позволяет, скажем так, вести процесс таким образом, чтобы на себя, себя не ввергать в пучину этого конфликта. Как бы со стороны. Как бы оставаться со стороны, да. А, Борис Владимирович, как судейское сообщество? Вообще-то, вы обсуждаете дела друг друга, вот когда уже вынесено решение? Вот так вот посудачить, поговорить? Или у вас не принято профессии? Ну, вы знаете, не очень принято обсуждать дела. Во-первых, пока дела рассматриваются, мы как-то воздерживаемся от общения по ним, поскольку, ну, каждый сам должен быть, скажем так, самостоятельно при принятии решения, во-первых. Во-вторых, ну, нет, конечно, можно посоветоваться, если кто-то обращается по правовой ситуации, но мы, как правило, не называем ни стороны, ни фамилии не звучат. Есть ситуация, которую можно обсудить. Когда решение по делу вынесено, если оно представляет интерес, бесспорно, скажем так, мы иногда обсуждаем. Обсуждаете, да? Обсуждаем иногда практику по той или иной категории дел, как она складывается с тем, чтобы, скажем так, понять, какие правовые позиции высказаны, каким образом подобные дела могут разрешаться. Потому что нет греха в том, что по схожим, скажем так, делам существует определенная схожая судебная практика. Есть судьи, вот когда вы носите то или иное решение, ну, вот возникли у вас сомнения, есть с кем посоветоваться, я имею в виду плечо старшего товарища, или вы здесь уже все сами? Ну, как правило, самостоятельно. Все самостоятельно? Да. То есть уже не посоветоваться судьи, у которых какой-то более богатый, возможно, опыт, которые уже ушли в отставку, такое, или есть возможность обратиться и посоветоваться? Нет, конечно. Есть возможность обратиться к судьям, в том числе и к тем, кто ушел в отставку, кто имеет богатый опыт, кто хорошо знает судебную практику, кто длительное время занимался какими-то категориями дел, скажем так, брачно-семейными делами, административными делами. Бесспорно, к ним можно обратиться за советом, поинтересоваться, не было ли у них практики, или как бы они подошли к разрешению того или иного спора. Это нормально. Это нормально, использовать опыт, скажем так, тот, который был доработан до тебя. Есть, в общем-то, мы определенную методическую работу проводим и по линии Совета судей, которые я возглавляю, у нас есть такое направление деятельности. Более того, при подобных обсуждениях, скажем так, вырабатываются и предложения по совершенствованию законодательства в отдельных случаях, когда мы видим, что закон несовершенен, и нужно бы его изменить. Да, это такая кропотливая работа, как вспахивание пашни. Ну, наверное, наверное, да. Похоже на земледелие, да? А мы так и говорим. Что вырастет? Конечно. Судья, работающий на земле, судья, рассматривающий дела, конечно, всегда имеет, исходя из своего опыта, из опыта своих коллег, какие-то предложения по поводу совершенствования закона. К вам молодые, бывает, что обращаются молодые судьи, которые только в начале пути к вам, как к опытному человеку, 35 лет в профессии? Конечно. Конечно, обращаются. Вы знаете, прежде всего, когда возникают вопросы, связанные с применением процессуального закона, то есть процедура рассмотрения дела, да, неожиданные какие-то вопросы, связанные с поведением старого в деле, ведь что греха таить у нас, мы часто встречаем и злоупотребление правом со стороны участников процесса, как себя вести в этой ситуации. Мы в настоящее время даже стараемся как бы вот для молодых судей, для начинающих, я имею в виду судей, начинающих работать в профессии, когда они, а сейчас обязательно является стажировка для такого судьи, как бы вот в период этой стажировки проиграть как бы там какие-то вопросы, которые могут возникнуть у него в практике, с тем, чтобы он был готов к их разрешению, знал, какое законодательство следует посмотреть, на что обратить внимание. Ну и выйти, скажем так, достойно из сложной ситуации. Молодой судья у вас в профессии считается, это не до 25, как в иных профессиях, да, от 18 до 25, молодежь, потом идет еще что-то. Это у вас уже где-то далеко после 30 может человек. Ну, видите, тут надо исходить из квалификационных требований к суде. Во-первых, судьей может быть назначен гражданин, достигший 25-летнего возраста. Раньше нельзя. Но до этого, до того, как получить право занять судейскую должность, он должен получить высшее юридическое образование. После получения высшего юридического образования он должен не менее 5 лет отработать на должностях, требующих наличия высшего юридического образования, то есть зарекомендовать себя в определенной степени как правоприменитель, получить опыт. Может в следственном комиссии, может в прокуратуре, может в полиции. Может в полиции, может в какой-либо организации. Это, скажем так, не важно где, но важно, чтобы та должность, которую он занимал после окончания высшего учебного заведения, требовала наличия обязательно высшего юридического образования. После этого он может попытать счастья сдать квалификационный экзамен на должность судьи. Очень сложными рассказывали экзамен. Экзамен непростой, бесспорно, но на то и дается человеку после окончания вуза время, чтобы он научился применять закон и показал, что он это умеет делать. Ну, собственно, мне пришлось один, скажем так, период времени возглавлять экзаменационную комиссию по приему экзамена на должность судьи. Но на моей памяти, на моем опыте было, у нас дважды не смогли сдать этот экзамен кандидаты юридических наук. Ну, с учетом того, что еще человек должен и психологически быть к этому году, стрессоустойчивость, о которой мы говорили сегодня. Да, бесспорно. Помимо всего прочего. Помимо всего прочего, да. Вы, если не секрет, в каком возрасте пришли в профессию? В 26 лет. 26? Ну, практически 25. Я судьей был избран в 26 лет. Избранным судьей, да? Тогда отличалась, вот, скажем так, уважаемость этой профессии от того, что сейчас? Отличалась. Уважаемость отличалась... Тогда судьи назывались народными судьями. Слова федерального не было. Не было, да. Но они действительно были народными в какой-то мере, потому что не требовалось высшего юридического образования. Такого квалификационного требования к судье не было, да. Судьей мог стать любой гражданин, которого избрали на это место или на эту должность. Даже с техническим образованием? С техническим образованием. Бывали такие ситуации. Да, бывали такие ситуации. Но в то время, когда я приходил, конечно, уже старались на эти должности избирать людей, которые либо имели незаконченное высшее на тот момент юридическое образование, либо заканчивали вузы. Ну да, но это проходила, скажем так, процедура выборов. Так же, как избирали депутатов районных советов, так же избирали народных судей. То есть надо было ездить по району, встречаться с избирателями, рассказывать им о себе, о том, что показывать себя с человеческой точки зрения. А потом голосовали? Потом, да, проходила процедура выборов, соответственно. Не, ну сейчас-то, мне кажется, вот так вот как-то оно получше будет, да, зная, кто вершит твою судьбу. Ну да, вы знаете, как бы вот у нас в обществе, да и в любом обществе, наверное, да, глотует мнение о том, что у нас учить, лечить и судить умеют все. Ну это конечно, это бесспорно. Но почему-то никто без наличия медицинского образования не встает к хирургическому столу, не берет в руки скальпель. Но если он встает, то это уже ваш клиент, что говорится, да? Ну, наверное, да. Понятно. Скажите, тем не менее, есть ли ситуации, в которых в защите жизненной, в защите, когда нуждается сам судья? Я веду, есть ли у вас в профессии профсоюз? Я понял. Ну, профсоюза у нас нет. У нас все судейское сообщество страны самоорганизовано. У нас есть органы судейского сообщества, которые защищают интересы судей, представляют интересы судей, решают вопросы о рекомендации к назначению на должности судей и, соответственно, решают вопрос об ответственности судей в тех случаях, когда суди нарушают закон или нормы судейской этики. Вот здесь как раз вступает в силу тот самый Совет Судей, который вы возглавляете. Да, Совет Судей это один из органов судейского сообщества. Кстати сказать, Советом Судей в этом году 30 лет. Как они появились у нас в Российской Федерации, да, 30 лет тому назад, практически прошел первый съезд судей Российской Федерации, на которых собрались тогда самые уважаемые судьи страны, на которых судейское сообщество впервые в истории России самоорганизовалось. Были избраны органы судейского сообщества, Совет Судей России, высшая квалификационная коллегия судей. Впоследствии уже была создана экзаменационная комиссия, высшая экзаменационная комиссия, а затем уже экзаменационные комиссии в каждом субъекте Российской Федерации, которые являются органами судейского сообщества, и которые в каждом соответствии со своим предназначением выполняют те или иные функции. Если интересно о том, чем Совет Судей занимается... Ну, если вот нашим свидетелям буквально вот так схематично. Мне проще сказать, чем он не занимается. Поскольку он занимается всем, начиная от противодействия коррупции, предотвращению конфликтов интересов в судейской среде, обеспечению условий, надлежащих для отправления правосудия, обеспечением в определенной мере деятельности, судебной работы, взаимодействием со средствами массы информации, медицинским социальным обеспечением судей и членов их семей. Ну и с 2018 года Советом Судей передано право, это единственный орган, который может возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи и поставить вопрос о привлечении судей к ответственности. Ну, просто высшие инстанции, но я бы так сравнила, да? Вот вы сказали относительно лечения, буквально несколько секунд, и я знаю, что существует в стране сейчас целая проблема. С одной из страховых компаний, которая обязана обеспечивать лечение судьям, но этого не существует уже около двух лет. Да, к сожалению, я не буду скрывать. В принципе, это трудно скрыть, потому что совсем недавно, в конце марта, прошло общероссийское совещание председателей Советов Судей и субъектов Российской Федерации, на котором поднимался этот вопрос. Дело в том, что по закону, который действует в настоящее время, предусмотрено добровольное медицинское страхование судей и членов их семей. Ну, в общем, там сделано это с одной целью, там нет никаких особых привилегий для судей в этом плане, кроме того, чтобы создать возможности минимизировать их затраты на лечение. Чтобы долгую очередь не было. Да, 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 я имею в виду не финансовые, прежде всего, а именно временные, потому что работы очень много. Но, к сожалению, вот последние два года, когда государственный контракт по итогам конкурсов заключается со страховой компанией МАКС, у нас и в стране в целом, и в Тверской области в неудовлетворительном состоянии находится ситуация, когда, ну, на сегодняшний день у нас порядка 70% судей отказываются от обращения в медицинские организации лишь по тому основанию, что для того, чтобы попасть на прием к судье и лечебной его семьи, необходимо дозваниваться в диспетчерский центр в Москве, согласовывать обращение к специалисту, затем созваниваться, согласовывать, скажем так, направление на обследование, затем к профильному специалисту, ну и так далее. Более того, педиатрическая помощь вообще в неудовлетворительном состоянии, поскольку контракт заключен с клиникой, которая не проводит анализы детям. Ну и, соответственно, ну, мне не хочется, как бы, тут выражать особо... Да, но это, я бы сказала, это нарушение прав. Нарушение прав человека, нарушение прав представителей вашей профессии. Это удивительно, но разрешена, как вы думаете, в ближайшее время будет проблема? Боюсь, что нет. Но все руководство в курсе этого. Да, Совет Судей Российской Федерации, Судебный Департамент Переверховного Судя сейчас активно этой проблемой занимаются. Информацию, которая, так сказать, объективно существует, мы доводим до них. Но, к сожалению, с учетом тех условий, которые, скажем так, существуют на сегодняшний день, у нас нет надежды на то, что эта ситуация разрешится в ближайшее время. Печально, конечно. Несколько слов о недавней конференции, которая прошла, да, и там была учреждена премия, я знаю, да, премия для судей, для судейского сообщества. Ну, немножко я уточню, премия была учреждена в преддверии конференции. Да, в преддверии. Конференция прошла у нас 15 апреля, а 31 марта Совет Судей по согласованию с Тверским областным судом действительно учредил для судей и судов общей юрисдикции нашего региона премию имени заслуженного юриста России, почетного юриста Тверской области Николая Ивановича Мальцева, который накануне ушел из жизни. Вот, да, вот, к сожалению, я не знала об этом, пересекались мы довольно-таки часто, да. Очень известный в сообществе был человек. Да, да, это был заместитель председателя Тверского областного суда, руководитель судебной коллегии по уголовным делам, замечательный человек, большой эрудит не только в сфере юриспруденции, человек открытой души, большого сердца, который оставил след в жизни многих членов судейского сообщества Тверской, да и не только Тверской области. Он был уважаем и почитаем и за ее пределами. И мы сошли необходимым, чтобы память о нем жила и продолжалась, учредить премию его имени, на которую смогут претендовать любой судья судов общей юрисдикции Тверской области. Положение о премии, порядок ее присуждения в ближайшее время будут размещены на сайте Совета судей Тверской области. То есть есть еще стимул, да, у каждого судьи, ради чего трудиться, да. Кстати, вот некоторые нас, может быть, наши радиослушатели и телезрители спросят, ну, что суд, вот что там наверху скажут суду тому же, то такое решение он и вынесет. Бытует такое мнение. Во всяком случае, я слышала, вы там тоже слышали. Я слышал. Это уже все предрешено. Только еще процесс не начался, они говорят, все уже решено за нас, называется. Все украдено за вас. Ну, вы знаете, наверное, во многом это можно объяснить. Я вспоминаю сейчас одну конференцию, которая проходила в преддверии 150-летия мировой юстиции в России. И к нам, к практикующим судьям, которые там участвовали в этой конференции, все время обращались с вопросом, ну, расскажите, ну, как судебное решение принимается? А, да, да, интересно. Как там, когда вы уходите в совещательную комнату? Так вот, в общем-то, я думаю, что мнение об этом бытует именно в связи с тем, что закрыт процесс самого принятия решения. Никто не знает, что делает судья в совещательной комнате, как он решение принимает, на основании чего. Ну, и, соответственно, вот это порождает, что там какие-то звонки могут быть, какое-то воздействие может быть и так далее. Ну, вот, тем, кто так считает, я порекомендую, вы зайдите на сайт любого суда на сегодняшний день. Там есть такая графа «внепроцессуальное обращение». Так вот, все непроцессуальные обращения, которые могут как-то повлиять или направлены на то, чтобы повлиять на судебные решения, они все там публикуются. Больше того, если судья или руководитель суда, к которому подобное обращение имело место, не заявит о нем, не опубликует его на сайте суда, то впоследствии для него может грозить самыми суровыми последствиями впрочем до прекращения полномочий. Это механизм, который защищает суд от, скажем так, воздействия. Ну и уж, если честно говорить, то мне за свою карьеру не приходилось сталкиваться со случаями, когда на меня довели бы. И мне, ну, вот за период работы в Тверской области мне тоже неизвестны такие ситуации. Мне известно, когда судья оскорбляли за принятые решения, да. Оскорбляли участники процесса? Оскорбляли участники процесса, оскорбляли в одной ситуации высокопоставленное должностное лицо, которое потом, скажем так, ну, вынуждено было по решению суда принести извинения за то, что оно совершило. Такие случаи мне известно. А угрожали? Да. То есть это бок о бок с профессией идет? Да. Это бывает. Относительно суда присяжных, вот когда принимали, да, вот ваше взаимодействие с судом присяжных, вам нравится работать, когда присяжные принимают решения, или вы все-таки предпочитаете единоличное принятие решений? Вы знаете, вот насчет нравится или не нравится, я не смогу высказаться. Да, у нас такого понятия в работе нет. У нас в Тверской области суд присяжных действует с 2003 года, хотя в целом в России он, по-моему, с 1996 года начал внедряться и проводиться эти процессы. Ну, вы знаете, в какой-то степени сам процесс гораздо сложнее, когда рассматривается дело судом с участием присяжных, потому что в этой ситуации судья больше арбитр, который вынужден и должен следить за соблюдением правил сторонами. Здесь очень четко необходимо их соблюдать. Любое нарушение процесса может потом повлечь отмену вердикта, который будет вынесен, независимо от того, какой он будет оправдательный или обвинительный. И здесь еще один момент очень существенен, когда, вы знаете, вот в суде присяжных не исключен эмоциональный фактор. Он может больше здесь, большее значение иметь. Хотя я лично за суд присяжных, за то, чтобы он существовал. Может быть, не в столь широких объемах, в которых он существует сегодня в России. Но, тем не менее, я за него, знаете, прежде всего еще и потому, что это очень хорошая школа правового воспитания. Я никогда не забуду свои первые процессы с участием присяжных заседателей. Знаете, у суда присяжных есть право одно. Но очень, я думаю, правильная абсолютно, извините за тавтологию. После того, когда они вынесут вердикт, вот только после этого они смогут прийти в зал судебного заседания и что-то узнать о подсудимом. Потому что данные его личности до них не доводятся. Белый лист перед ними. Белый лист перед ними. Перед ними человеку как белый лист. Вот о чем мы говорили, что вы не читаете того, что написано о подсудимом, а им не запрещено это. А им, нам, да, и профессиональному суде запрещено, и всем участникам процесса запрещено представлять эти данные. И очень сложно человеку, который впервые особенно попадает в суд, в качестве присяжного в суд, принимать решение о судьбе другого человека. Вот эта школа участия в суде присяжных дает людям чувство ответственности, дает людям чувство, скажем так, очень бережного отношения друг к другу даже. Потому что они не знакомы между собой, они впервые встречаются, они начинают общаться, они контактируют именно по поводу того или иного уголовного дела, той или иной ситуации. И это общение очень дорогого стоит. Когда незнакомые люди высказывают друг другу свои точки зрения, обсуждают, принимают решение о судьбе другого человека. Это очень ответственно. И для них я просто видел, как, ну, скажем так, неравнодушные присяжные после вынесения вердикта, когда они приходили в зал, когда они узнавали о том, кого, в отношении кого они этот вердикт вынесли, и когда у них там камень из души сваливался о том, что если были какие-то сомнения, то они тут исчезали. Или наоборот. Или наоборот, да, может быть, появлялся. Это очень важная школа правового воспитания людей. Я думаю, что, наверное, можем советовать, потому что сейчас некоторым приходят, да, предлагают принять участие в суде, и люди как-то отказываются. Что это стоит, это попробовать? Конечно. Буквально несколько слов о событии, которое грядет. Это 10-й Всероссийский съезд судей. Это у нас уже выбраны делегаты, и что будете рассматривать там? Да, у нас выбраны делегаты. 9 делегатов, 9 судей будет представлять Тверскую область на этом съезде. Соответственно, мы сформировали свои предложения по совершенствованию законодательства, по улучшению судоустройственной деятельности и судоустройства, которые направили в адрес Организационного комитета судей. В соответствии с распоряжением президента страны Владимира Владимировича Путина ориентировочно в ноябре пройдет этот 10-й юбилейный съезд. Два года он откладывался из-за пандемии, да, да. И он совпадет, кстати, сказать, со столетием Верховного суда. Верховный суд, да. А в январе следующего года 100 лет исполнится Тверскому областному суду. Это уже 100 лет? Да, да. Замечательно. Мне бы хотелось... Замечательно. Вы скажите, пожалуйста, у вас были когда-то, когда-нибудь в жизни моменты, вот за эти 35 лет в профессии, что вы разочаровались, что вы сказали, не могу больше, уйду? Ну, были периоды, когда было трудно. Были периоды, когда появлялась мысль о том, что, может быть, пора уходить. Но, вы знаете, вот в этой ситуации я хотел бы поблагодарить своих коллег прежде всего. Я хотел бы поблагодарить, наверное, тех сотрудников суда, с которыми работаешь. Потому что мы как-то находим возможность поддержать друг друга. Мы находим возможность найти слова друг для друга, которые позволяют из этих трудных ситуаций выходить и продолжать работать. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока ты можешь это делать. Я еще одну вещь хочу сказать, которая очень важна для любого судьи. Может быть, меня услышат те судьи, которые начинают уходить из профессии, из нашей. Нужно тогда, когда у тебя исчезают сомнения в чем-то. Вот если ты, рассматривая дело, ни в чем не сомневаешься, ты не можешь быть судьей. Это уже профессиональная деформация, да? Ну, наверное, да. Потому что в любой ситуации, до того момента, пока судья не начнет принимать решение, сомнения должны быть. Сомнения должны быть. Сомнения в правильности применения закона, сомнения в том, какие правоотношения сложились там между сторонами процесса, ну и так далее. Вы видите каждый день разные стороны нашей жизни. Сейчас непростая ситуация в стране. Некоторые люди жалуются на жизнь, тяжело. Вот мне хотелось, чтобы вы посоветовали нашим землякам, дали какой-нибудь совет, такой жизненный, короткий. Вы знаете, я, наверное, посоветовал бы вот, что мы сейчас находимся в преддверии очень важного праздника. В жизни каждого россиянина, в жизни нашей страны. Это Дня Победы. Я хотел бы пожелать, чтобы каждый из нас обратился к истории своей семьи. Вот эти слова замечательные из песни о том, что нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой, они очень важны сейчас для каждого из нас. Я несколько лет назад занялся историей своей семьи, ну вот в тех пределах, конечно, в которых на сегодняшний день это допустимо. Я с удивлением узнал о том, что мой дед по отцовской линии, оказывается, начинал воевать здесь, на Калининском фронте, оборонял Калинин. Хотя никакого отношения к Калинину моя семья раньше никогда не имела. Я с удивлением узнал о его боевом пути, о том, что он участвовал практически во всех основных сражениях Великой Отечественной войны. Сначала оборонял Калинин, потом воевал под Сталинградом и был тяжело ранен на Курской дуге, где, кстати сказать, в одном из сражений известных, в одном танке погибли два его брата. Я думаю, что обращение вот к этой истории, память о тех людях, которые дали нам возможность жить, дышать, даже в столь непростое время дадут возможность нам это непростое время пережить. Я думаю, что мы со всем этим справимся и достойно выйдем из всех сложностей, которые на сегодняшний день существуют. Спасибо вам большое за совет. Дай Бог вам здоровья. Спасибо вам за вашу работу. Я думаю, что многие люди, когда знают, что восторжествовала справедливость, кстати, чисто говорят спасибо? В моей практике дважды. О, ну вы считаете, что я третью сказала вам спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Борис Самойлович Райки, софидеральный судья Тверского областного суда, председатель Совета судей Тверской области. Спасибо, не болейте, с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо.